100 тренировочных задач абитуриента, задание номер 34. Необходимо вычислить вот такой конкретный удвоенный квадратный корень с точностью до 1 сотой. И в этой задаче нам понадобится вспомнить извлечение квадратных корней в столбик. Давайте напомню, как это делается. Перепишем корень. Естественно, мы сейчас сначала корень извлечем, а потом уже на 2 будем умножать. Так вот, корень квадратный из 5 целых 21 сотой будет равен. Для начала, во-первых, кому не нравится извлекать корень с запятой, может от запятой избавиться. То есть умножить подкоренное выражение на 100 и разделить на 100. У нас получится 521 сотая. Далее извлекаем корень отдельно. Это получается из числителя 521, а корень из 100 это будет 10. Ну и теперь можно извлекать уже без запятой корень из целого числа тоже в столбик. Но нам вообще эта запятая особо не помешает, поэтому мы будем прям запятой извлекать. Я потом покажу, как это повлияет на вот этом нашем искомом числе. Так вот, для начала, для того, чтобы извлечь квадратный корень в столбик, нам необходимо разбить вот это наше число на разряды справа налево по две цифры в каждом разряде. Вот справа идем налево, вот две цифры, потом здесь еще должно быть две цифры. Так как тут одна цифра и второй не хватает, надо ноль дописать. Вот так ноль дописываем. И вот так давайте штрих поставим, отделим один разряд от другого. Далее необходимо извлечь квадратный корень из первого разряда с недостатком. Извлекаем корень из пяти с недостатком, это будет два. Если возьмем три, это будет уже шесть. А два это как раз четыре, как раз с недостатком. Корень с недостатком. Записываем два, возводим число два в квадрат и подписываем под первым разрядом. То есть получается четыре. Нолик перепишем. Теперь вычитаем. Вычитаем, получаем один и сносим две цифры следующего разряда. То есть получается двадцать один сносим. Но мы снесли вот эти две цифры уже после запятой. Значит вот здесь вот после цифры нужно не забыть поставить запятую. Ставим запятую. Далее нам необходимо найти следующее число и оно будет находиться следующим образом. Мы должны поставить вот здесь разделительную черту. Умножить вот это число, которое у нас уже получилось на 2. Мы всегда будем то число, которое получается умножать на 2. Так вот умножаем на 2, получаем 4 и записываем это число 4 слева от черты. Таким образом, чтобы осталось место. Вот так 4. Вот там где осталось место ставим точку и под этой точкой еще один раз ставим точку. Вот здесь место точки. Нужно подобрать такую цифру, чтобы произведение вот этого двузначного числа на вот это однозначное Было максимальным, не превосходящим 121 Если мы сейчас возьмем, например, число 3 Тогда у нас получится 129 превосходит Многовато взяли, значит придется меньше брать Берем цифру 2 Получаем 2 умножаем на 42 Получается у нас 84 И вот теперь та цифра, которая оказалась вместо точки У нас будет следующей цифрой в искомом числе То есть получается 2 Дальше делаем почти то же самое То есть у нас тогда вот так черту ставим и вычитаем От 121 вычитаем 84 Получаем 37 и сносим следующие две цифры Следующего разряда Но у нас больше ничего нет здесь Значит сносим два нуля Вот здесь сносим два нуля Вообще можно было остановиться, но нам-то нужна точность Чтобы была 1 сотая, значит надо делить до тысячной, чтобы округлить Поэтому мы сносим два нуля и продолжаем деление Снесли два нуля Ставим разделительную черту Умножаем вот это число, не обращая внимания на запятую На 2 Я уже говорил, всегда на 2 будем умножать 2 умножаем на 22 Получается 44 Записываем 44 Оставляем место Ставим точку, внизу тоже точка Вместо точки подбираем цифру, чтобы произведение вот этих двух чисел было максимальным, но не превосходящим 3700 Находим эту цифру Это будет 8, можете проверить Тут тогда тоже 8 Дальше умножаем 8 на 448 Получаем 3584 Вот вместо точки цифру, которую нашли Дописываем к нашему числу 8 Пишем Дальше подчеркиваем Вычитаем Получаем тогда 6 1 Тут тоже 1 Так 116 Давайте еще припишем два нуля и продолжим деление Потому что нам нужно до сотых А значит надо еще тысячную получить Какую-то цифру До тысячных поделить Так вот Сносим еще два нуля Ставим разделительную черту Умножаем вот это число, не обращая внимания на запятую На 2 Получаем тогда 456 Дописываем 456 Слева от черты И оставляем место для точки Ставим точку Здесь тоже ставим точку Подбираем вместо точки такую цифру, чтобы произведение вот этих двух чисел Было максимальным, но не превосходило 11600 Это будет 2 Можете проверить Тогда получается 2 умножаем на 4562 Записываем вот здесь Получается 2х2 4 2х6 12 2 пишем 1 запоминаем 2х5 10 1 11 И там у нас 4х2 8 1 запоминали Получается 9 В принципе можно было и дальше продолжить Да Вот теперь эту вместо точки цифру переносим сюда То, что вместо точки переносим вот сюда И вот здесь, так как нам точность нужна до 1 сотой Можно уже остановиться То есть можно писать и так далее Но если бы нам нужна была большая точность Мы бы продолжили деление Вот в таком же По такой же схеме Далее Нам нужно было найти 2 умножить на корень 5,21 Под корнем Значит это приближенно у нас получается Сколько у нас здесь Вот это число умножаем на 2 И сразу округляем до сотых Значит у нас получается 4,56 4,56 Но мы видим, что вообще-то получается число больше Чем 4,56 Поэтому давайте в ответ все-таки запишем промежуток Пишем ответ И в ответ можно записать промежуток То есть 2 корня Из 5,21 Будет больше Чем 4,56 Но меньше Чем 4,57 Таким образом Мы нашли Нужное нам число С точностью до 1 сотой Задача решена Кому решение задачи понятно Не забудьте поставить лайк И напишите обязательно Несколько слов в комментариях К этому видео Спасибо за просмотр!